ПОДНЯТЫЙ ГОЛОВОЙ Только вдумайтесь, играем в плей-офф Лиги Чемпионов абсолютно на равных с одним из сильнейших клубов Европы, Фленсбургом. Играем на равных на его площадке, при заполненных под завязку трибунах. До сенсации не дотягиваемся самую малость. Хозяева начали довольно мощно. На мячи вернувшегося в строй Могенсена, Лаугешмидта дважды и Ванне в стартовые минуты отвечает только Стойкович. К пятой минуте хозяева ведут 4-2. Увы, совсем не пошла игра в начале матча у Ивана Пешича. И уже к пятой минуте его меняет в рамке Радом Ятович. Замена сработала. Несколько крядов сейвов нашего черногорца, плюс 7-метровый от Эгерта. И уже сами солируем в счете 5-4. Снова дважды точен Стойкович. Пробивает Андерсона и Еман Джамали. На какое-то время переполненная Флэнс-арена затихает в недоумении. Гости навязывают борьбу и более того, постепенно начинают диктовать свои условия. В эти минуты вовсю зажигал наш фан-сектор. Брестские болельщики, добравшиеся внушительным составом до Фленсбурга, были, как всегда, на высоте. На перерыв команды выруливают при равных цифрах 13-13. А ведь и после паузы продолжили в том же ключе. Больше чем на мяч преимущество, еще 20 минут соперники не отпускали друг друга. И первым этот ритм нарушают мешковцы. После мячей Прадановича и Стойковича повели в счете 25-23. Шла 55-я минута. Более того, двухминутный штраф в этот временной интервал отбывает Лаугешмидт. Получаем потрясающий шанс еще больше нарастить свой отрыв. Но в итоге лишь обмениваемся голами. А совсем скоро снова сокращает отставание до минимума Якобсен. В точности повторяет цифровой результат Брестского поединка. Только в нашу пользу 26-25. Увы, в концовке не хватило хладнокровия. Прекрасно разыгранную комбинацию выводим завершать Влада Островушка. Но тот не переигрывает Андерсена. Фленсбург же свое не упускает. Сначала забрасывает Якобсен, а затем удачно бежит в отрыв после перехвата Ване. Уже хозяева Фленс-арены на мяч впереди. 27-26. Но ведь еще более двух минут играть. Сергей Бебешко запрашивает минуту на совещание. И вот мы снова заходим на подготовленную атаку. И не забрасывает Островушка. Хозяева же из последней своей наступательной комбинации выжимают 7-метровый. Кстати, 12-й в этом матче. Эггерт и ставит точку. 28-26. Выписывая своей команде пропуск в четвертьфинал. Ну, а БГК завершает свое выступление в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Завершает достойной игрой против одного из грандов мирового гонбола. Ну, естественно, мы знали и ожидали того, что мы увидели сегодня на площадке. В первом тайме Фленсбург с первых минут атаковал очень агрессивно. Их контратаки были молниеносными. Очень высокий темп игры. Мы рассчитывали на то, что все-таки сможем выдержать этот ритм. В первом тайме удачно вошел в игру Миятович. Думаю, благодаря ему нам удалось удержать счет. Потому что задача на первый тайм стояла не проиграть. Считаю, что все-таки у нас те игроки, которые сейчас травмированы, в частности Атьман. Сегодня нам, мне кажется, его очень сильно не хватило. Так как Кулак, я думаю, что еще не готов к таким играм, которые по накалу очень серьезные. Мы пытались играть и играли неплохо с двумя линейными. С Шиловичем начали играть во втором тайме. Сразу, сначала что-то получалось, что-то не получалось. Но важное было то, что нам удавалось при переходе от атак и защиты делать минимальное количество замен. И мне кажется, что очень правильно использовали замены всех игроков, которые мы выпускали. Они давали нам возможность увидеть, что все-таки у нас есть потенциал. Хорошо вошел в игру Праданович, хорошо вошел Юринок. Естественно, за последние пять минут могло произойти очень многое. Мне кажется, что важность всех этих игр в том, что необходимо иметь опыт. При счете 25-23 сделали потерю, не вернулись в защиту. Может быть, это и сыграло какую-то роль в концовке. Но мне кажется, что основная причина того, что клуб все-таки идет семимильными шагами, команда прогрессирует. Но, естественно, чтобы выигрывать у Фленсбурга на их площадке, нужно немножко больше. Нужен опыт, нужна холодная голова. И этого, естественно, нигде взять невозможно, только из таких игр. Мне кажется, что судейство было сегодня очень хорошее. Нужно выигрывать у себя дома, чтобы проходить в одну четвертую. Но на сегодняшний день имеем то, что имеем. Ребята молодцы. Ребята сражались до конца. Ребята бились. Ребята хотели победить. Возможность была. Но, опять же, еще раз повторюсь, это не так просто. И это не делается за полтора года. Уже в ближайшую пятницу в Бресте очередное гандбольное топ-событие. С 7 по 9 апреля Виктория принимает финал четырех Сеха Газпром Лиги. БГК открывает турнир матчем против действующего носителя титула венгерского Веспрыма. Начало встречи в 21.00. Приходите на гандбол. Давайте побеждать вместе!